а теперь поговорим о кризисе поговорим о кризисе и мы будем разговаривать вместе с вами существует ли кризис вообще я прекрасно понимаю что кризиса не существует потому что на улице 2016 год август месяц и я уже посмотрел и посмотрел внимательно в этот замечательный кризис люди у нас покупают ferrari не видели посмотрите внимательно посмотрите ferrari с последними номерами темп или т.м. не помню люди у нас покупают новые семерки люди у нас в большом количестве посмотрите внимательно заедьте там где у нас mercedes продаются покупают mercedes люди у нас в большом количестве просто посмотрите по улицам внимательно посмотрите по улицам и обратите внимание что 40 процентов магнитогорд они ездят на новых машинах мы стремимся быть закредитованными потому что американцы они гораздо круче закредитованные чем мы при 90 процентов населения в кредитах висит представляете да вот эта тема интересная вот и мы становимся практически такими же и будем кредит теперь вопрос у нас у нас людях которые в принципе живут на коммерцию если б я жил не на коммерцию если меня кто-то пригласил это был бы замечательный материал но к сожалению я похоже еще и не владимир соловьев смысле я конечно пою тоже самое по телевидению но владимир владимирович меня не смотрят и поэтому я в магнитогорске а так если смотрел сказал бы лишь давай все-таки к нам потому что мы же не подвиньтесь тебе и возраст уже такой приличный но не получается а не получается и поэтому я работаю для вас для вас обыкновенные магнитогорцы и жители россии потому что и такое часто случается меня смотрят и не только магнитогорске в том числе и очень славно что я работаю и для вас по одной простой причине если я был не был таким же как вы то есть я знаете вот в моей жизни я ни копейки не украл да в моей жизни я все что угодно делал пункт номер один почему я езжу на хороших машинах потому что их восстанавливают почему я езжу и живу в нормальной квартире потому что я извините подвиньтесь перед тем как ее купить знаете сколько времени жил абсолютно по-другому то есть я жестких условиях существовал поверьте мне я и жил на работе вот как и так было да вот я в саду жил достаточно долгое время то есть но вот вся такая жизнь и было мало того за то время когда я работал я получил себе замечательный рак рак мозга и теперь пытаюсь еще и его лечить к счастью мне начинают помогать мне начинают помогать но наш магнитогорцы это очень хорошо то есть из тех денег которые влупил вы мне в действительности помогли я вам очень сильно благодарен но не всем не помогли к слову о том кто мне не помог вот в прошлом году на депутатский корпус бог не магнитогорский лес такой евгений железно представлять пришел ко мне лёша говорит сделай это ты вообще в курсе что этот денег стоит да никаких проблем ну хорошо я тебе сделал сделал ему рекламу сожалению у него ничего не получилось я ему так сказал ребят но как ты собираешься бодаться ты представитель кпрф как ты собираешься бодаться единственной представительской плате партии власти единая россия но не получится но не получится ты хотел но не получилось так рассчитайся он там захоботел то есть он сказал что я вообще псих об она о как о как интересно молодой человек ты хоть мне верни мою игрушку которая тебе подарил ты урод ну да ладно не в том что дело том что дело что таких людей вы не выбираете а у вас есть голова как есть голова и у меня в том числе по этому я буду голосовать за партию власти и дело а за такого убийцу приговоренных к смерти онкологов нет он по сути простое говно что же такое этот самый евгений железнов ну конченое говно если честно то есть представляете да решил продавать дома ну может быть он их и продал но по сути событий с кем он решил пободаться человеком больным раком причем г-4 хуже еще и не бывает подумайте сами нужен ли вам такой потому что я прекрасно понимаю что ранее люди ходили и смотрели в трудовую книжку ну что там было а сейчас все смотрят в интернет и в интернете все прекрасно понимаете что если к вам пришел евгений железнов то евгений железнов кинет вас кинет ваших клиентов кинет всех потому что он мудак по сути евгений железнов